Это брак, между этим браком и нынешним борделями разницы нету, кроме как слова. Там не говорится «я жену сна тебя», здесь только говорится «жену сна тебя», она принимает и дает за это махар. Какой она попросит, сколько на махар дается? Сколько можно там давать? Там можно даже один дельхам или даже говорится один муд муки, даже ладоши муки или же фиников, это даже хватает. Мы же говорили «зина» и «тамат» ни в чем не можно найти разницу. Этот никах, Аллах субхану ата'аля, его посланник и все сподвижники чисто от такого никаха. Бисм Аллаху рахмани рахим, Аллаху ма ассалам аля мхаммад и аля мхаммад. Это сахих муслим, одна из достовернейших сборников хадисов в сунитском учении. То есть, согласно сунитскому учению, все хадисы, которые содержатся в этой книге, являются достоверными. И давайте обратимся к этой книге и посмотрим, что здесь приводится. Это издательство «Шарик Ат-Лу-Кудз», издание 2014 года. И обращаемся к странице 496. Страница под номером 496. И хадис под номером 1404. И вот, что здесь приводится. Передается от Исмаил бин Кейса, который сказал, Исмаил бин Кейс передает от Абдуллы, что тот передавал, что тот говорил, что мы были в военном походе, вместе с посланником Аллаха, и с нами не было женщин. Ему сказали посланнику Аллаха, не удовлетворить ли нам самих себя. И посланник Аллаха запретил своим свадрежникам это делать. И после этого, после того, как запретил им, после того, как его светлый посланник Аллаха, запретил своим свадрежникам рукоблудствовать, он разрешил им заключать с женщиной брак взамен на одежду до определенного срока. Сумма кара Абдуллах. И после этого Абдулла, передатчик данного хадиса, зачитал следующий аят, «О верующие, не запрещайте то, что вам разрешено Всевышним». То есть, этим зачитав этот аят, как будто Абдулла, передатчик данного хадиса, говорил своим собеседникам, что Всевышний разрешил посредством своего посланника, разрешил мусульманам, разрешил верующим заключать временные браки. Так не запрещайте же то, что он разрешил. То есть, в данном хадисе, яснейшим, очевиднейшим образом, Абдулла, передатчик данного хадиса, указывает на то и говорит о том, что вы, о люди, запрещаете то, что посланник Аллаха разрешал, то, что сам Аллах разрешил, вы это запрещаете. Давайте обратимся к другому хадису из этой же книги, которая располагается на следующей странице, То есть на странице 497 И здесь данное предание Здесь три предания приводятся Друг за другом Это под номером 140415 140416 140417 И эти предания передаются От Джабрибн Абдуллаха Который говорит В первом хадисе говорится Что мы заключали Временные браки Во времена посланника Аллаха Во время Абу Бакра И во времена Умара То есть во время правления Умара и Абдуллаха И в следующем хадисе Также Джабрибн Абдуллах говорит Что мы заключали Временные браки Взамен на горстку Фиников Джабрибн Абдуллах Говорит, что мы Кто мы То есть подвижники Посланника Аллаха С.А.Л.А. Люди Которые согласно Суннитскому учению Являются Наилучшими Из поколений Мусульман Так вот Наилучшие Из поколений Мусульман Согласно Хадису Из сахих Муслима Хадису От Джабрибн Абдуллаха Так Наилучшие Из поколений Мусульман Заключали Временные браки Взамен На горстку Фиников Что на определенное время Мы заключали Эти Временные браки То есть Во времена Посланника Аллаха В Абибакир И во времена Абу Бакра Хатта Наха анху Умер Фишани Амру Ибн Хурейз Что мы заключали Эти временные браки Во времена Посланника Аллаха С.А.Л.А. Абу Бакра До тех пор То есть Мы это делали До тех пор Сподвижник И посланник Аллаха С.А.Л.А. Заключали Временные браки Взамен На горстку Фиников И муки До тех пор Пока Это не запретил Умар Ибн Хаттаб Когда Произошел Случай С Амру Ибн Хурейз И в следующем Хадисе Под номером 17 То есть 14.04.17 Также Который передается Вот Джабри Ибн Абдуллах Говорится Говорится Что мы совершали Эти две Муты То есть Мут Ат-Уль-Хадж И Мут Ат-Уль-Ниса Мы совершали Эти две Муты Вместе С посланником Аллаха Ма Расули Ибн Хаттаб Он нам Это запретил И мы Больше К этим действиям Не возвращались То есть Мы больше Не практиковали Эти две Муты После того Как запретил Это Умар Ибн Хаттаб Что из этих Хадисов От Джабри Мы понимаем Мы понимаем Что во времена Посланника Аллаха С.А.С. Сподвижники Совершали Временные браки И после Посланника Аллаха С.А.С. Они продолжали Совершать Временные браки Ибо Пророк Не запрещал Им это делать И Абу Бакр Также Не запрещал Им это делать Во время Своего правления И В первую Половину Своего правления Умар Ибн Хаттаб Также не запрещал До тех пор Пока не случился Случай С Амур Ибн Хорейсом И после того Как это случилось Умар Ибн Хаттаб Решил запретить И произошел Вот этот Запрет То есть Именно Инициатором Этого запрета Был Умар Ибн Хаттаб Не посланник Аллах И даже Не Абу Бакр И здесь По поводу Третьего хадиса Также Необходимо Заметить Что Джабри Ибн Хаттаб Говорит о том Что Мутатуль Хадж Также был Запрещен Умар Ибн Хаттаб Хотя Все Абсолютно все Сундицкие ученые Единогласны В том Что Мутатуль Хадж Является Дозволенным Деянием Хотя Умар Ибн Хаттаб Это деяние Также Запрещал Ибн Хаттаб Обращаясь К Русскоязычному Изданию Данного Сборника Сахи Муслима Обратите Внимание Это Русскоязычный Это перевод Сахи Муслима Казанское Издание 2008 Года И Также Здесь Хадисы Под номером 1404 Обращаемся К хадису Под номером 1404 И Обнаружим Все Те же Самые Хадисы Которые Мы Высчитали Из Оригинала Итак Первое Предание От Кейса Передается На странице 300 Сообщается От Кейса Сказавшего Я слышал Как Абдулла Говорил Вместе С посланником Аллаха Мы совершали Боевые походы И с нами Не было женщин И тогда Мы сказали Может нам Стоит Оскопиться Но он Не позволил Нам этого А затем Дозволил нам Жениться на женщине За оплату До срока За оплату В оригинале Говорилось Взамен на Одежду Затем Абдулла Зачитал Уверовавший О верующие Не запрещайте Блага Которые Вам Разрешил Аллах И не приступайте Истинно Аллах Не любит Преступников Это первый Хадис Который мы Зачитали Из оригинала И следующие Хадисы Расположены На следующей Странице На странице 301 Это Это Хадис Под номером 1405 1405 И 1 Атас Сказал Прибыл Джабри Ибн Абдулла Для исполнения Умры И мы Пришли к нему На место Где он Остановился Народ Спрашивал Его О разных Вещах И затем Упомянули Муту То есть Временный брак И он сказал Да Мы совершали Муту При жизни Посланника Аллаха Мирьему И благословения Аллаха А также Абу Бакра И Умара То есть Подвижники Посланника Аллаха Салаллаху Алейки Валюхи Совершали Практиковали Временный брак Во времена Посланника Аллаха Во времена Абу Бакра И во времена Умара То есть Первую половину Правления Умара Блин Хаттаба Сподвижники Практиковали Временный брак И следующий Хадис Джабри ибн Абдулла говорит Мы наслаждались вдовами За горсть фиников И муки при жизни посланника Аллаха Мир ему и благословение Аллаха И Абубакра Пока этого не распресил Умар После дела Амра ибн Хариса Ибн Хурейса на самом деле Это брак между браком И нынешним Борделями Кроме как слова Там не говорится Я женюсь на тебя Здесь только говорится Женюсь на тебя Она принимает И дает за это махар Какой она попросит Сколько на махар дается Сколько можно там давать Там можно даже Один дирхам Или даже говорится Один муд Муки Даже этот Ладоши муд Пригоршной муки Или же фиников Это даже хватает И следующий хадис Передают от Абу Надри Сказавшего Я был у Джабри Ибн Абдуллы Когда к нему пришел Хадок И сказал Ибн Аббаз Ибн Аль Зубейр Разошлись во мнениях А двух муд То есть муд Атуль Хадж И муд Атуль Неса И Джабри сказал Мы делали их обе То есть муд Уна Хаджи И муд Увне Хаджа Здесь имеется Перевозчик на самом деле У него примечания Очень глупые Здесь К сожалению У данного перевода То есть мы делали их обе То есть имеется ввиду Муд У Хаджа И муд У Неса То есть временный брак И объединение Умры и Хаджа На самом деле Здесь имеется ввиду Заодно с посланником Аллаха То есть мы это делали Обе Вместе с посланником Аллаха Мира ему и благословения Аллаха Затем их обе Нам воспретил Умар И мы не возвращались К ним обеим Мы же говорили Зина и томат То ни в чем Не можно найти разницу